ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 нету совершенно. Мне было очень неудобно. Отправлял вот этот брат Владимир. Подойди сюда, Володя. Его почерк. Это он отправлял-то. А мне надо уезжать. Уезжаю в деревню на 4 месяца. Ну, я на него подумал. Кому послал-то? Я вас нигде не могу найти. Владимир. Вот сейчас пос... Вы еще напечатайте на всякий случай. Мне сейчас здесь прям сразу. Я прочитаю, еще сделаем сравнение. Володя, сейчас мы зарядим отсюда вот-то в адреса новая-то. И посмотрим. Потому что у меня тут входящее и исходящее все это идет. Ну, что тут написать? Как его фамилия тут? Бушуев. Бушуев, да? Я сейчас заряжу его. Это я сегодняшняя. Бушуев, если она выйдет где-то, это сразу покажет число и какие операции тут были. Ага. Вот она. Ну, вот. Ага. Тут меньше. Востория 4Т. Владимирская область. Слушайте внимательно. Владимирская область. Город Александров. Улица Красный Переулок. Дом 17, дробь 2. Квартира 203. Бушуеву Владимиру Борисовичу. ИНИКС 601-655. Правильно? Правильно, правильно. Три тома Новый Завет. Телефон 8-920-932-1430. Да, да, да. Так. 12 марта выставили 4 тысячи рублей. Вернули мне посылку 18 мая 15-го года. И вот здесь стоит вопрос. Почему я стою? Ну, а дальше в мае я уже уезжал. Всё. Вы как-то постарайтесь на почте узнать. Почему? Хорошо. Так, понимаете, я сейчас ещё раз посмотрю. Вернули 18-го мая. Ну, тут надо. Так. Ага. 12 марта 2015 года. Это или деньги выставили, или я послал. А вы можете нам прислать или показать чек, который не чек, а как он на почте? А не знаю даже теперь. Но они где-то у вас там лежали где-то. Где-то надо посмотреть тогда. Она никак не отдавала. Мне пришлось с братом эти, я их плохо ещё слышу. И два раза ходили. Или хотя бы номер этой посылки. Как он там номер? Это цифра-то изъёмная. Владя. Запишем, чтобы мы там им предъявляли. Какой номер-то? А где этот номер должен определяться-то? А там же надо должен быть на посылке. И они, главное, причину-то не указали возврата-то. Она говорит, я не знаю. Я пошёл на центральное отделение, и там ничего не знает. Развернули обратно. Ну, а тут я уже уезжал, всё. Вот и мы не можем понять. Думаю, ну как почта уж. Ну, месяц-два, думаю, ну три. Мне-то тоже это неприятность. Неприятность даже не в том, что вернулась, а в том, что вы не получили. Я подумал, что допущена ошибка. А так как Володя здесь не был, он был в деревне, я приехал, спрашиваю, какого Владимира-то посылал? Куда ты посылал? Что за Владимирская область? Я это ему дал. А адрес он у меня отправляет. Надо нести там это и ехать туда, на почтовое отделение центральное. Ну что? Бывает, бывает. Значит, то, что я сейчас считал вам, адрес полностью правильный. Полностью правильный. Вы ничего не высылайте. Мы просто вам вышли, мы все, не надо высылать ничего. Это наши потери. Спасибо. Мы его вышли в понедельник. Сейчас он не работает, воскресенье. В понедельник вышли. Тут дело такое, что вы выслали 4 тысячи рублей, и тут было еще лишнее. Я положил, тут 4 книги были. Для слова Божьего нету, я вам подарок послал за это. Ну вот вернулась вся эта коробка. Я также на 4 книги вам и вышлю. Ничего не посылайте. Это, ну раз, недоразумение. А вы на почту все-таки сходите. Я, может быть, найду номер там, посылки и прочее. Вот такое дело. Спасибо огромное. Извините нас. Чтобы мыслей у вас никаких не было, что мы поступили нехорошо или как. Мы христиане, у нас без обмана абсолютно точно. Видите, посылочка на 4. Ну я это заранее сделал. Я вижу, что вас тут больше послали. Ну что теперь, только молитесь. В понедельник мы отправляем вам. А когда получите, вы с книгами сфотографируйтесь и мне фотографии пришлете. Так, вы в Мейлрута у меня в друзьях состоите, нет? Нет, наверное. А как мы познакомились с вами? А я же все ваши лекции слушаю. То есть на Ютубе? Да, на Ютубе, ВКонтакте. Там я же лазил, и ваши лекции скачивают, слушаю. И думаю, мне вот понравилась эта информация про Новый Тазовет. Ну, видите, в ВКонтакте я не бываю, там модераторы работают. А они мне на мой форум перекидывают все, какие идут письма. Ну, я выполнил все. Ошибка, если только, ну, не в адресе, балдец, а сравни еще один раз. Еще, еще вернее. Значит, это, ну, какой-то ли обман это был на почте или что. Мы переберем все квитанции, проверим. Отправлял-то ведь, у меня два человека отправляют. Ну, хорошо, что, Володя, мы вместе живем. Вот. Так что вы просто молитесь, чтобы мысли не подошли, нехорошие. Вот. Мы отправляем почти в тот же день, как только получаем уведомления о переводе денег. Вот такое дело. Ну, а если бы даже вы и раньше говорили, я вернулся только неделю назад, все равно бы ничего не было. Там вернуться я не могу раньше времени, мы утопали в работе. Там три пруда восстанавливали и дорогу делали. Вот сегодня ровно неделя, как мы вернулись в Барнаул. Что? Ну, молитесь теперь. Все. Может, у вас какие-то что-то вопросы есть там, кроме книг? Нет. Вопросы все, что есть вопросы. У вас есть ответы на любой вопрос. Ну, вы видите, у нас Новый Завет такой, что ему аналога просто нет. Полностью с откровением, полностью по всем святым отцам, с иллюстрациями. Он лучше самого хорошего патриарша по восьми параметрам, мы смотрели. Его видели в библиотеке у Путина, показывали библиотеку. Мы же проехали от Владивостока, Тихий океан, находка, до Атлантики на Португалию. Прошли Скандинавию и Прибалтику. Была неприятность, машина сломалась, мотор. А нынче по северу прошли и везде. Значит, я дарил книги. Едем с такой миссией, чтобы люди познали Бога. Дарим Евангелие и полный комплект книг. Этого никто никогда не делал. Это огромная сумма. Мы за два года только подарили на 7 миллионов 150 тысяч. А у меня пенсия российская 6275 рублей 3 копейки. Мне не давали работать. Как политзаключенный был. И поэтому только в неведомостной охране, при милиции. Ну, а охрана, какие там деньги? Ну, я работал печеньком. Три дня свободно я там по городу мотался. Обращался в прокуратуру. Говорю, вы меня же не давали работать. И мне же такая пенсия. А раньше я работал за границей. Теперь это Латвия. Найди, там еще не найдешь. Ну, вот. Голодный не ложился спать. Благодарю Бога. Видите, какое чудо Бог дал. Я 9 лет не вылазил из-за компьютера. 30 тысяч часов провел за ними. 50 лет этот материал в голове накапливал. Эти вопросы. В разных университетах я преподавал. В милиции во всех отделах. Три радиопрограммы вел. Телевидение. Воинские части, школы, техникум, прокуратура, суды. Везде проповедовал. И вопросы были. А потом эти вопросы у меня вылились. Они вот в книгах. Такое дело. Все это так неожиданно. И не то, что задумано, как думают, по плану. По плану одна книга должна была выйти. А получилось 38. И каждая книга это 752 страницы. И в каждой книге 64 страницы светных фотографий. В полную страницу. Ну, понятно, что это невероятно много было сделано. Сейчас я это ничего не делаю. Просто на форуме, в интернете работаю. Вот сколько. В деревне было трудно очень. Но и там Бог давал возможность. Приехал брат вот у нас с Украины. У него так. Ну, вам слышно, что я говорю? Да, слышно, слышно. Ну, и у него хороший ноутбук. Так получилось. Выходил. Так что в понедельник. Вы выходите еще на меня. И я вам его идентификационный номер дам. Чтобы вы могли следить. Про движение ее. Как было. И за посылку я заплачу. И все. Потому что у вас там было с избытком посланы. Это искушение. Ну, мы понимаем, что Господь допускает для чего-то. Может, для того, чтобы мы более близкие были. А это как кто-то пытался. Кто-то, может быть, нечистая сила разделить. Как сказать. Я найду или не найду квитанцию. Это еще как раз перед отъездом тут все в кучу валилось. Вот так. Вот теперь у меня одна забота, чтобы у вас подозрений не было. Что мы тут смухлевали, как говорится. Только на почту было подозрение. Мы старались. Видите как. От нас никак не зависело. Совершенно никак. Мы отправили. И она вернулась. Мне была неприятность. Я туда-сюда мотался почтовое отделение. Центральное отделение. Потом на свое. И кое-как оторвал их. Я уже отказывался. Разрешите, я вам раздам книги и уйду. А они никак. Ну, пришлось раскошелиться. А для меня это ни к чему. Если ничего нет, то мы прощаемся. Прощаемся тогда. Спасибо вам огромное. Так, молитесь. Ну, когда получите, тогда уже у нас более открыто будет. У меня было такое. Ну, раз книги рассылаем, а это у меня примерно одна десятая. Девять десятых изданных книг. Это бесплатно идут на библиотеки. Вот. И в Америке один получил, а он решил пересчет сделать на инфляцию. Я говорю, а при чем тут инфляция-то? Инфляция здесь никакой роли не играет. У меня определенно полный комплект, 750 евро. Ну, сколько стоит на книге его. А ему показалось много. И он ни слова не говоря гольнул их мне обратно. Книги. Я получил, предупредил его, больше никогда этого не делал. За свой счет снова ему все послал. Кто так скажет, разыгралась молодежь. Ну, и все. И он больше ничего не сказал. Я ему еще книгу туда добавил. Раз ли у тебя ничего нет, значит, мой расход. Ну, потому что мы двое. Он готовое не взял. А мне пришлось теперь заново все это в Америку. В Сакраменто это деньги большие берут. А стоимость издания книг повысилась в зависимости от инфляции. Если я даю сейчас вот это, допустим, 2700, новый завет, то мне никогда сегодня не издать. Только, может быть, два тома могу издать. Это абсолютно невозможно. У меня на сайте стоят книги, готовые к изданию. Я не издал 7 книг в интернетной версии. Это мои стихотворения. 3467 стихотворений. Девяти купляточных. Это по 800 страниц 4 тома. Я все сверстал, но издавать нечего. В интернет выставил их. Это да, вообрази. Каждая строчка занята. У каждого стихотворения эпиграфы из Библии взятые. Кажется, по 180 полных страниц фотографий приготовлено было. Вот сейчас у меня в этом, в моем мире, я сейчас могу даже, чтобы не ошибиться, сказать. Вот, минуточку. Что у меня тут получается в моем мире? Так. 16984 фотографии. Представь, сколько мы приехали. У нас шикарная там была свадьба, крещение. Со всей страны приезжали. Ну, очень интересно. И поэтому приехал фотограф с какой-то географического общества. Там хорошие снимки. И вот мой мир. Если вы войдете, вы можете все это увидеть. Так, я спрошу вас, сразу не спросил. Мы все снимаем, выставляем в интернет. Мне этот ролик полезен. Вы не против? Не против. Ничего нет. То есть мы говорим о наших рабочих делах, о неприятностях. И люди будут видеть, как это все глушится и как выправляется. Выправляется. Потому что вы, ну, нигде не воспротивились, ничего. У нас, видите, как гладко разговор прошел. Вы меня успокоили, чтобы ваше сердце не смущенное. Мы абсолютно невиновны. Никаким образом. А с почтой тут я в понедельник пойду уже разбираться. Мы отошлем. Это само собой. А поэтому я попытаюсь найти. Молодя, я тебе сейчас поддам все чеки. Ты их перемолоти. Ну, все на этом. До свидания. Отвечайтесь. Спаси Христос вас. Долго молчал. Мне до того неудобно было. Надо же окаянные. Вернули. Была бы моя вина хоть какая. А я переживаю за них. Так, даю. Ну, в жизни все бывает. Это если бы я ничего не делал, ничего бы и не было. А раз мы работаем, поэтому обязательно кто-то где-то как-то. Володя, и на вот все клетки. Ты вот сюда посмотри целой пачкой. Держи. Возьми. Чего не отключаешься? Потом ты ко мне вот сюда зайди и посмотри. Надо найти. Генома. Я так не оставлю это дело. Теперь уже явно. Я подумал, что ты ошибся с адресом. Так. Ну, все это на этом. Вот здесь вот, Володя, гляди. На низу у меня там клетки. Я могу не найти их. А вот это что написано у вас? Бушуя. Нашел? Вот это бушуя. О-о-о. Так, минутку. Они еще не отключились. Не отключились? Да. А-а-а. Вот как. Так, подождите. Обыкновенная посылка. Откуда Барнаул вес? За возврат. А-а-а. За возврат они взяли с меня 216 рублей. Вот она. Сейчас я вам покажу вам. Видите, я даже написал. Красным было написано. Нам надо причину найти, почему свернули. Видите, все отправлено, все как надо. За возврат. Видно, нет? Да, вижу, вижу, вижу. Я медленно так покажу. Ну, теперь это просто так. Это квиток. Нет, а там номер-то указывается же, да? Вы говорите, повыше, пониже? Да, да, да. Я тут расследовал свое. Кто отправлял? Володя отправлял. Пониже, пониже чуть-чуть. Пониже, она чуть-чуть. Пониже? Да, да. Да, она вроде только до Москвы дошла. Еще, 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 еще. Он говорит, она вроде до Москвы дошла только. Пониже, еще чуть-чуть пониже. Пониже. Ну, возьми, Володя, возьми. У тебя лучше получится. Давай. Видите, как нашли, главное. Что нашли-то мы... Я даже не думал, что я его так легко найду. Она к нам и не приходила. Вот по этому чеку, судя. Она только на Варшавке была, в Москве. То есть она до Москвы дошла и вернулась? Да, до Москвы дошла и назад. Они к нам ее даже не посылали. А, надо же. Вот она, Варшавское шоссе, Москва. И все, Барнаул и ваш уже адрес. А нашего адреса нет вообще Александрова-то. Она, видимо, в Москве полежала сколько-то времени и назад пришла к вам. Ну, помолимся, чтобы Господь это выправил, и сердце ваше возрадовалось, чтобы вы получили. Посмотрите, если что нужно. Вы можете даже, как говорится, заснять. Да-да, сейчас я вас сниму. Вот, держите. Спасибо огромное. Все. Ну, видите, это наша реабилитация. Алиби. Вот так. Ну, все на этом. Все. С Богом, отключайтесь. До свидания. Все-таки нашими слава тебе будет. Слава Богу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.